Когда-то здесь был мост, затем подземный переход, вспоминают местные жители. Станция Баковка давно требовала обновления. Долгая реконструкция, неудобный подход к поездам и, наконец, двери мини-вокзала и новый подземный переход открыты для пассажиров. Результат превзошел все ожидания. Фантастика. Там очень удобно, там очень просторно, там тепло, сухо, замечательно. То есть само по себе наличие вот этого перехода – это фантастика. Для Одинцова и для Баковки это гигантский шаг вперед. Я как житель просто счастлив. Работы выполнены по всем стандартам. Эскалаторы, лифты, комната матери и ребенка, общественные туалеты. Это девятая станция в Московской области, на которой проводились такие масштабные работы. Работы проводились в два этапа. На первом этапе построен подземный пешеходный переход. Вот, в первую очередь, для того, чтобы обеспечить безопасность жителей при переходе через железную дорогу. Реконструирована имеющаяся платформа. На втором этапе уже построили новую платформу. И как раз вот этот вот вестибюль, который сегодня открылся. Территорию прилегающих станций благоустроили. Для удобства пассажиров подъездные дороги, новые тротуары, бесплатная парковка. Здесь курсируют комфортабельные скоростные поезда и Волга. А до аэропорта можно добраться на аэроэкспрессе. Кроме этого, МЦД – это еще и экономия для жителей. Те, кто часто пользуются пригородным железнодорожным транспортом, теперь в месяц экономят порядка 4 тысяч рублей. В год эта хорошая прибавка для семейного бюджета получается в 50 тысяч рублей. Когда открывали МЦД, утвердили единый тариф, он ниже, чем на железнодорожном транспорте и имеет бесплатную пересадку на метро. По данным специалистов, в утренний час пик станции Баковка будут пользоваться 800 человек в час. В вечернее время – более 3 тысяч человек.